Ну, если мы не удовлетворим своими ответами к вашим вопросам, значит, еще кого-то подавим? Да, давайте. В порядке. То есть, наверное, самый важный для нас вопрос, так как и тут эта информация, что в СУ, что, по-какому, не все здесь хорошо, хотелось бы прояснить, в каком этапе сейчас это на этапе получения подрядчиками нашими акта техприемов. То есть, акта выполнена. От кого это зависит, какие сроки, в чем проблема? Сроки, это максимум 10 дней будет получаться. То есть, оно уже вышло на это. Так, это чисто бумажная работа, получение акта. Это единственный документ, который приедет. Это единственный документ, который необходим в споративной реализации для дальнейших законодательств. Это последний документ, я по-каку, есть акт выполнение техничной умов, точнее, приема, измонтованного обладания ошалами по пункту подписанной сусторонативной армии. Осталось получить какие-то долги, потому что техничная умов выполнена. Так, а тем самым актом по правильным действиям, как-то, что, кому-то, ну, в самой долги, я помню, что она просто рисовала, я вообще не получила. В следующий акте, я тоже подрядчикам, знаете, я буду сказать, подрядчики получают форму Е8, поможет. То есть, сейчас получают с удовольствием и запускают форму Е8. До 15-12. А в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. Мы все там выделали, и теперь, что вот пока это не будет сделано, то он не будет выполнено. Или там, или, ну, не хотели на какая-то там доступа. Теплокамера. Вот, ну вот, да. Теплокамера, да. То есть, ее уже закончили? Да, мы ее закончили. И теперь получаем документы о том, что мы выполнили все условия, которые нам изъявляли. То есть, ориентировочно мы ожидаем информации от ЖЭКа, что это до ИК получено, а и в рочечи через 10 минут. Да, я беру 10 минут. И, чтобы мы закрыли вопрос с ТУ, то же самое, молодежи. Мы помним, что мы говорили до середины сентября, но хотелось бы уточнить ситуацию, чтобы это поменялось, не поменялось. Ничего не поменялось. Я вчера там был, где идет окончание, скажем так, этого водопровода на улице Ушуково. Там у нас были некоторые недоразумения с домашними жителями. Но мы их урегулировали. Там осталось проложить именно трубы, я знаю, метров, может, 30, может, 20. И потом идет там восстановление асфальтового покрытия. То есть, ну, да, это где-то еще 10 дней. То есть, сам монтаж быстрее, это закончится к концу недели. Ну, потом еще поставить бордюры, заасфальтировать эту улицу. Со стороны ЖЭКа, вас, вы эту информацию подтверждаете, что никаких других актов вам, кроме вот этих перечисленных двух, для того, чтобы инвесторы смогли заключать в прямую очередь, даже обратно на полицию, не будет. То есть, есть шансы, что в этом году не будет, даже если у нас еще раз прокрутки, там, ну, то есть, незначе нет. Я думаю, что на дурустскую працию, по-тестому важному моменту... Ну, я думаю, что мы еще не начнем еще раз. А что вы все, на момент начала подписывания сезона, у нас еще не будет право все-таки. И что? Ну, договора, что у нас есть ЖЭКа. Не будет ли я, что... У вас есть майновые правы, зимой инвестор. Предварительный договор. Нет, тут, наверное, неправильно. Я имею в виду, не откажется ли монополисты в момент начала подписывания сезона заключать прямую договору, если не будет договор с вами. Но если не будет прямого договора, вы будете пустить через ЖЭК. Даже если занимается, вы сможете заканчивать. Давайте мы дойдем к поправку и дойдем до этих... Давайте мы заключим договор. ЖЭК заключит договор. В этом случае вы сможете в любом случае платить через ЖЭК. Платить, да, но... Но это да, это плохо. Продолжение, пока человек не будет... Правособственность. 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 Правособственность, да. Не будет правособственность, не сможете. Но пользоваться отоплением... Мы используем праву, мы этим затронули, подключение на постоянную туалет. Когда что-то этого нужно, что-то сдерживало. Я думаю, что мой даже до сорок и не сжёг, не он будет постоянно. Почему? Потому что уже на том тыжне у ЧВР забыла что-то стоять установку для эксплуатации, поделала на ней схемы, подписала, акты размножения сделала, уже все подавлены. Герметно, сголовное дело. Сейчас ждем. Два конца, До свидания. До свидания. Когда у нас будет основной договор, тогда вы вкладаете договор с тюльпрацией. Тогда уже квартир может напрямую обращаться от ЮНР и вкладать в видеоглавы. Но по вашему думу, будем провести переговоры, потому что непонятная ситуация, чтобы централизована. То есть тоже у нас все будет. Будем бояться, потому что по сортам на электрощутки. Это мы знаем, что мы вам говорили в Коппе, но есть горькая практика первой очереди, и вы можете выбрать это правильный день. Каждый выберет как-то горькая премьер это будет практика. Возможно, но сейчас горькая практика наверное года три или четыре. Время вперед. Ну, я согласна. В этом это важный тоже момент. И это таки цепляет одно за другим постоянка политического и тут же результаты обследования трансформатора. Не будет ли с этим связано каких-то переделок и это отодвинет все сроки в постоянной сфере. И хотелось бы прояснить, мы просили письмо на встречу к нему все результаты этой проверки по трансформатору и ваши комментарии и выводы. Пока выводов и комментарии у нас нету. У нас есть акт СЭС, который замерял уровень шума. Скажите, а какое время вы замеряло? Днем. А почему днем, если, допустим, придешь, делай нормы, допустим, вечером другие? После 22.00 норма должна быть ниже. Вот спит человек на восьмом этаже, сейчас уже ночует, он мне вчера пишет, он говорит, я слышу вибрацию на восьмом, а теперь представьте, что у меня на четвертом. Понимаете? Вы мне говорите про СЭС. Просто я к тому, что есть проблем, которые нужно решить. они уже не дослушают. Вы, еще раз я хочу обратиться к вам. Либо, ну, мне звонит масса, ну, не масса, но несколько человек по этой проблеме. Я каждому рассказываю. То давайте, либо кто-то один будет, либо вы меня дослушаете. У нас есть акт об уровне шума. Это шум, а не вибрация. Но есть проблема, которую мы знаем, и я сам ее знаю, потому что я там был и смотрел на это все. Пока решения у нас нет, его надо отработать, это решение. Ну, хотелось бы, в проекте хотя бы, потому что... Что по этому вопросу делается? И делается ли вообще? Нет, делается. Делается. Мы привлекли проектировщиков, ну, не знаю, решение какое-то будет. Я не могу сейчас вам сказать, какое оно. В уровне проекта, в уровне проекта, который у нас был, там выполнено все. Тем не менее, есть проблема. Не знаю сегодня. Имеет ли КГС на своих других объектах подобную реализацию? Один раз было, да. Подобную реализацию? Подобную реализацию. Прошла и не имеет такой проблемы? Да, была такая проблема у нас. Это какой ЖК? Это ЖК Возъедновим. И там мы ее устраняли. В работающий трансформатор. Ну, так возможно, этот метод применим и здесь? Метод может быть любой. Только его нужно грамотно, отходно, понимаете? Ну, просто так с дуру пойти и что-то делать, это путь в никуда. Там сделано, еще раз вам говорю, в составе проекта учтены были те проблемы, которые бывали. Там сделано, сделано, действительно сделано. Но тем не менее, есть. Я сейчас не готов ответить. Как мы ее будем решать? Мы ее будем решать. Именно технологически. И невозможно, весьма вероятно, что решение эти проблемы привлечет отсутствие электричества на время решения этих проблем. Да. Но это как? Киевэнерго дает нам, допустим, время отключения. Это не значит, что будет отключена трансформаторная на какой-то период. Ну, допустим, как мы делали с 8, допустим, до 16. Отключили. Это же не те площадя, чтобы там, ну, ковыряться месяцами. Ну, что ж ты трансформаторная? То есть, дается при работающей трансформаторной, дается время отключения. Киевэнерго отключает, дает нам коридор. Люди заходят, сделали. Зашли сегодня, зашли завтра, зашли после. 3-4 дня. Главное понять, что делать. Вот сейчас на этапе понимания, что нужно сделать, проектировщики дадут рекомендации. Что еще там сделать, чтобы снять... Сначала проектировщики уже занимались, Да, чтобы снять эту проблему И решать ее будет Ему не вы это точно Не, я имею в виду, точнее Тот же ГРАМ электроэлектроэлектроэлектрон Отец делал в эти работы Конечно Возможно, они расплавают информацию Как устранить подобную проблему У них есть опыт на других объектах В подобной ситуации Ну они на других объектах Это делали под нашим чутким руководством Поэтому опыт у нас обоюдный Подождите немножко сейчас будут рекомендации но это не будет месяцы но сейчас подумают люди мне дадут какой-то в течение месяца недели две это же не делать это же мозги будет давайте дальше вопрос будет опять охрана КРС до какого времени гарантированно находится на объекте на время пока инвесторы не являются собственниками квартир кто оплачивает эту охрану ну пока давайте начнем максимум что мы сможем держать эту охрану это конец сентября к концу сентября месяца я думаю что в реальных классных будет единицы почему тогда КРС снимает охрану хотя квартиры реально будут принадлежать еще КРС но в которых доблестно выполняются ремонтные работы в мойбутниках которые доблестно затянуты в строке на полтора года у меня встречное предложение выходим из дома закрываем двери и держим охрану дальше мая 16 года дом сдан понимаете но если мая 16 года дом сдан то мы уже эту охрану передержали я вам говорю серьезно поймите у нас же тоже карман не резиновый мы согласны оставить эту охрану вам только давайте ей платить денег дешевле я тоже думаю И еще, я перепрошу, вам говорят сейчас, сроки здесь, давайте я прорезумирую, братенька, по домам этим, есть два беда договоров. Я перепрошу, скажите, пожалуйста, что адрес утриманный, какие адресы процедуры для укрепления святопроводства люди на квартиру? Там дальше происходят взаиморесчёты, сейчас финансисты, уже получены технические паспорты, сгідно технических паспортов, або повертаются деньги, або сделаются доплаты. Сейчас мы в процессе этой процедуры. Сколько раньше часа? Это вопрос к финансистам. Протягом 3000... Готовятся документы для оформления нотариального договора? Нужна справка, это же нотариальный, это предварительный договор. Нужно будет запрос нотарию сделать в администрацию, получать, как раньше была форма 3, мы до этого оформляем на себя право собственности, заключается нотариальный договор. И эта процедура занимает не меньше 90 дней. То есть реально инвесторы, которые по предварительному договору реально станут собственниками не раньше, чем через 3 месяца. Ну это ж по-моему. Ну это ж по-моему. Ну это не какая-то. Ну это не какая-то. Ну это не какая-то. Моя часть из этих инвесторов зайдут даже на ремонт. В 4-х годах уже. Вот аж понятие. Можем пустоты на ремонт? Можем. Но не все зайдут без имущественных прав. Ну очень многие, да, сейчас ждут. Очень многие сейчас говорят, что вот к чему будут хотите так, как надо передержать. Люди говорят, мы типа нету документов, мы не будем платить за охрану. Получается проблема о том, что 10 человек, грубо говоря, должны покрывать всю охрану. Ну да ладно. Наверное, ключевое слово это мы не будем платить за охрану. Правильно? Нет. Вот эти понятия. Они пока не станут собственниками юридически. Они не хотят заходить за ремонт. Многие, которые не примут квартиру. Кто будет отвечать за это мой но? До момента их вступления в право властности. А сколько людей делают ремонт? Большой процент? Большой? Нет, не большой процент. Потому что все и дело. Мы вот уже провели собственный опрос. Мы на охранах поставляли документы по поводу охраны. Кто за, кто против. У нас есть вот из 500 человек реальных 100, которые готовы платить. Больше. Ну, плюс-минус там. Ну, 120 может быть. Но все равно это реально 50 штук в месяц это очень много. То есть люди по 400 гривен в месяц они готовы реально платить. То есть когда это будет сумма 100-150 гривен, это реальная сумма, которую люди будут платить. 300, 400, 500 это очень много. Получается, что очень многие говорят, что я буду платить, я не властный. Другие говорят, что мы там еще будем делать. Вот со стороны жертв. Они тоже не хотят из себя брать такую ценность, потому что это очень большая сумма денег, они их тоже не потянут. Останавливаться на консьержах, но тоже не вариант сами понимать. Если имущество придет, все разборуют и все. Мы тоже в этом не заинтересованы. Вот и проблема с охраной. Давайте как-то решаем. Просто мы ведем работу и по поиску охранной фермы, и по опросу жильцов, которые согласны платить за охрану. Платить больше, чем на данном этапе. Я понимаю, что там не будет. Но людей очень сильно сдерживает то, что они не могут получить документы на право собственности. И до этого момента они не хотят участвовать в этом процессе. И, например, я точно знаю, что по оранжевому дому документы получены тех, кто портал еще 23 часа. 23 часа. Сегодня такое же слово? Нет, ну может быть большое. К сожалению, сейчас нет представителя департамента, которые осуществляют вот эти вот расчеты. Может быть это очень большое количество. Насколько я знаю, там будет много возвратов. Сейчас активно, да. Вас будут приглашать для подписания додатковых уводов. В течение двух недель. Документы уже готовятся, как бы они недавно видны свидетели. Притом, что у вас есть те, кто по имущественным правам. Это вот говорит департамент реализации. Вообще в течение месяца люди оформляют право собственности. Вас вызывают для подписания додатковой уводи на повернение. Чего сильно хочет платить? Нет. Каждый владелец закручивает сам доллар на свой квартиру. Ставит квартиру на охрану? Да. Мова не идет о правоохоронном квартире. Мова идет о правоохоронном квартире. Мова идет о правоохоронном квартире. Підчинники. До конца месяца это гарантовано? Мы в курсе, что конца месяца будет. А может решение принимается, что да, еще один день. Ну, вариант можем предложить на первое время, пока. У вас не много. У нас уже есть доклад, что на доме одна секция оставила все консьержи за свой счет. Их там неповний дом заселений был. Наймали три консьержки, платили им по 2000. Вот они там 50 человек, все, как тяжело, скидались. Будем дом заселений, все у вас значилось. Ну, смотрите, бабушка будет охранять, ну, будет выносить насос. Действия бабушки. Ну, она ничего лишнего. Майно нет, да. Потом охраняется. Бабушка, они ничего не несут. Опозиция там, я не знаю, говорит там другая Дом Горича. ИТП насос не взять нам под охорону, поставить на пульс и копейку. Все остальные люди, якщо мы не шанули свое майно, ну, ну, подозначать. Ну, подожди, ну, подожди. Ну, живица, тогда можно оставить свою квартиру на охорону. Хорошо, смотрите вопрос. У меня в квартире даже счетчиков нету. То, что у меня в квартире, я за это отвечаю. Все счетчики, за которые я якобы тоже отвечаю, они у меня в квартире не находятся. Ни на воду, ни на электричество, ни на тепло. Почему тогда, ну, я должна отвечать? Люди добрые, мы работали с охраной. Если охрана у них отвечает, она тогда делает перепись всего, что есть. Каждый день ставят счетчик. Каждый день. Ну, пусть отходит, перепрочит. Мы не знаем. Никто этого делать не будет. Нас договор был с охраной. Нас сейчас и сняли месяц. Ребенка вот такую положили под ножку и вошли. Охрана не несет. Она не будет сходить по этажам смотреть. Вы через этаж уже закрыли. Мы будем смотреть на работу этой охранной темы, лишь бы она была. Мы будем смотреть. Если понравится, мы будем искать другую. Нам важен момент, вот этот переходной, когда нас не много. Какой будет очень тень. Смотрите ситуацию. Взяли тепло насосно под охраной. У меня нет проблем с охраной. У вас живет там уже восемьдесят пятьсотких жильцев. Вы там в кинотеатре. Послушайте сюда. Я куда чем указываю? Восемьдесят пятьсотких жильцев. Вы взяли свою охрану, консервы. Есть гарантия, что не будут красные речейники? Люди, которые работают все восемьдесят пятьсотки, у ремонта. Ихни же... А что тогда? Про что мова идет? Самое дорого. Возьмите педоохорону. Педоохорону, поцеплите табличку, поставьте анализацию. Это не дороже. До конца месяца охрана есть. 25 дней до конца месяца на вырешение цего питания. Взять тепловой счетчик, который там пять тысяч, то взять насос на который сто тысяч. Ну реально это тоже, да. Мы делаем такое. Мы делаем такое. Мы делаем такое. Мы делаем такое. Чему их не можно отримать? Потому что прийдут ваши строители. Прийдут другие строители. Вы снимаете... Чему это не видит, как речи? Снимусь с ним. Будь-якому инвестору спорит. Вы же за это зафиксируете. Хотя бы тем этажам, которые закрыли этажи. Скажем, чему вам передали, а за что вы ему давали? Он его на даче поставил. Но она так вот не потребуется. Я... Без чем пенели на поверху, суседи разберутся. Можно всех соседей объединить, прийти к вам, сказать... Вам можно поставить, да? Нет, ну... Давайте поставить. Даже в этом случае, есть договор между вами и нами, который написан, что в случае, если будет кто-то, допустим, нанесет какой-то ущерб дома, то он должен возместить его. Если он украл, соответственно... Честно, они прави абсолютно. Передай им материально-ответственное особи. Но они не знают материально-ответственное лицо. Это третье лицо, которое не отвечает. Это, получается, то же самое... Но это же не имущество собственности квартиры. Это имущество местного общества. Я не могу тебе передать телефон просто Но мы не мастер. У нас выбирается шама ваша. Или вы на договор сделаете? А мы не собственные. У нас это есть в плане, но... Там будет охрана на доводчики. У нас коллективное письмо, побольше подписей. Мы выставим счетчики. Все, что правда, под вашу ответственность. А не под нашу. Мы не про счетчики. Про доводчики. Про доводчики, да. Я думаю, что мы не собираемся все установить. Мы вас просим установить один, допустим, этап. Тех, которые даже закрыли. Которые хотят установить на себе. На этап. Один, два, три. Есть этажи, которые организовались. И вы в курсе уже закрыли этажи. Да, закрыли этажи. Им для завершения этого есть проект по закрытию этажа. Уже смело можно установить этот доводчики. Я останусь продавать. Если есть организованный этаж. Звонят, пишут, проезжают в офис. Поясним, что у нас этаж вот такие. Ставьте доводчики. Вы выдавайте это как не без поездки. Мы не будем к домам, потому что нереально очень далеко. А? Мы же не будем к домам каждый день ездить. Ну вы и нет. Ну там представители ваших будут. Поставьте три доводчика. Принесите на объект поставь. Они на объект поставят. Алим Петалевич, возвращаемся к галереи, которая должна была ехать с другого объекта. С оранжевым нельзя развернуться. Сложно подъехать в машинах. Демонтируется сейчас эта галерея. Демонтируется. Скоро приедет. В прошлый раз мы это тоже вышли. Хотелось бы как-то более... Все бывает. Все бывает. Когда? До октября? А? В прошлый раз это было до сентября, а теперь это будет до октября? Нет. Ну, числа до 20-го, сентября. Скажем так. По зеленому дому вопрос. В отличии от оранжевого, подрядчик не выдает счетчиков. Ступайки по регулятору. И все, что так и все выпуска. Чтобы расписки забрать. Забрать теперь? Да. Только обрадовался. В чем препятствие, в чем... Хорошо. Но все хотят жильцы забрать? Хочете забрать? Или не все? Кто хочет, заберет. Кто не хочет, не заберет. На сентября. На сентября. Тогда составьте два списка. Кто хочет. Нет. Действительно. Кто на установку, кто на получение. Я сейчас позвоню. Все на получение ваше устанавливать сейчас никто не хочет? Не хочет. Потому что это видео сентября не начался. А просто забрайте, чтобы он был у тебя. Устанавливать сами будете, да? Устанавливать отдельно. Приглашается человек, и устанавливать счетчик, который ему предоставят. Там же устанавливается фитинг. Два раза долларов. Два раза петли. Да, надо ее шаги. Там просто две шаги прикрутили и все. Ну, хорошо. Устанавливать кто их будет? Сами поставляют. Сами? Хорошо, почему, про что? Либо сами, либо те... Не, ну что же поймите? Если их устанавливать, вот мы куда-то бедно раскачали установку счетчиков остальных. Но это же люди задействованы. Он же не будет по желанию у каждого приезжать, ставить, уезжать. То есть если мы выдаем вам счетчики, значит... Не просто выдаем счетчики. Если все подготовительные работы для этого выполнены, как в оранжевом, то в чем проблема? В оранжевом так и сделано. То есть все хитинги там установлены, все и вы, кто не сломал. Кто-то, кто не защитил счетчиков, те пока сломал. В оранжевом мы не получили. У вас с паспортом? Я с паспортом не заделал только. Копию у вас с удовольствием. Немножко касались, но еще раз... Точнее, передача документации ЖЭК. Что еще не передано? Причинно. Что вам? Что еще на втором? Нет, передача. А, цель. А, цель. Польшой вопрос. То есть все установлены. Что у нас есть. Помню, не маем. Еще не передали потя по пункту и насос. На этот портал. Инструкция по автоматике. Это у нас по вопросу носится. Соответственно, я думаю, это будет где-то в середине золотая. Потому что, как вы носите, будут настройки делать саму и теперь. На лапку. И теперь уже выдают полный потеп. Алло. Лидер Александрович. Здорово. Ну, там, что там по леченнику? Постачек себе. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Речь не идет о тех, кто я начал ремонт, но я списал договор для всех вы идете зашли чисто и что? и что, я должен за это платить? что прописано? что прописано? с кем? пункт 8.1 а вы не заключили договор если я не заключил договор с вами то за что я должен платить? подождите, а вы не заключаете? я не имею имущественных прав почему я должен заключать с вами договор? какой договор? когда буду? а я не заключил пожалуйста так за что мне платить? за 5 тысячу надо не просто вы в дом зашли? ой, не слышите давайте сейчас мы не будем это выяснять с вами, или вы будете платить или не будете платить я буду платить, когда заключу хорошо я продолжу урны вы сказали, что вы получили вы их не расставили еще? вы расставлены, не потыканы не расставлены? не, я считаю, что это стопочка эта пора не занимается вы их уже расставили все рвы я бы их просто честно кто-то сфоткал вы свои видели, а потом оп! диетами являются причиной невозможности запуска пожарного я не услышал ответа на вопрос я понял, что они есть дальше и что дальше? нам их ставить? я сюда не, вы на куле вам показать куда давайте вы на куле эти лавочки принялись на установку и монтажу занимательной жекой хорошо кому вопрос у нас? забудь у меня на следующей неделе эти лавочки которые находятся по заднему силами соседней строительности у нас тут выникли майновых прав у меня нет майновых прав у меня попередний долг это майновые права это не майновые права это попередний долг вы сейчас спорите, Батлин вы послужите? нет, какие послужи у меня прав нет на имущество послуги сейчас получает владелец текущий кто у нас владелец? ограничьте доступ да и все что вы спорите ну если вы не хотите и принять имущество подписать расписку хорошо мне больше не надо еще есть такую я думаю что не доехал или уехал куда то привезу а что там по вагончику его планируется перенести куда-то вот хотел я просто и подумал что он я думал что десматолога там еще будет я вам больше скажу у нас на этаже вечно открыто щитов где стоит все оборудование пожарных все платы он тупо открытый мы закрыли этаж у нас на этаже иногда тоже открывается дверь не знаю кто открывает этот дверь но у нас реально тупо открытый щиток сбоку со всем оборудован бери вот так плату снимай и уходи даже вот до такого степени все открыто 13 этаж на всех этажах на всех этажах оранжевый я просто не знаю кому ты говоришь 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 оно все открытое колясочное открытое потом кто-то рассказывал что там по замкам действительно писали очень давно вопросы это у них не решается лично я по своей колясочной могу сказать что у нее замок отсутствовал ограждения просто отверстие двери поэтому говорить по проекту что там замка не должно было быть это нелогично замок там быть должен был его до сих пор не помог установить установим сегодня вопрос ну поставим я думаю что на следующей неделе уже ситуация изменится вопрос можно я у меня такой вопрос мы квартиру принять приняли пригласили кондиционерщика чтоб нам проштурвили трассу на заложение труб проштурвили трассу у меня все нет из которых будут дети кому вопрос тут реально стоять для заборки где-то бетон я вам могу фотку показать но это шутка шутка нет задать вопрос там же настройки записать журналы обязательно ничего ничего страшного принято не принято обязательно записать и показать три дырки из которых тупо на схватную внешняя стена и получается там только утеплитель и краска вот это на улице был ветер мне очень страшно смеется рукой метро это стена упадет но я думаю написать журнал и показать я то есть реально понимаю что сейчас по всем квартирам будет проблема потом теплопатия потом все остальное но увидели что все таки минвата там что есть ну минвата слава богу что как минвата есть это действительно проблема как бы ну там и так то есть кондиционеры я видела по нашу по домам еще и это всего лишь на ширине штробы да а что попросить эксигвартирую дальше непонятно я вам скажу ну давайте ответить на вопрос что делать подписывать это замечание обязательно пусть исправляют обязательно а вообще как это можно исправить да расположить стену просто как улица а что вы копите я не понимаю нет мы просто пытаемся спрашиваем ваш или можем донести чтобы пожарчику это доносили что он где-то халтурит значит пожарчик поднять не знаю они поедут там еще одна такая третья вот реально ставят газоблоки ну как бы вот есть обзор когда ветер реально руку сдувает конкретно ну там сколько пол стенки сделали нет это провод по центру под кондиционер просто это на углу или что нет это даже не на углу это возле окна между углом и окном и там три таких тырки две рядышком и одна еще чуть ниже ну все там вот реально кто-то цементе пожалел видать если бы там был технозон он должен был принимать объем рабочих заверять их да и первое так прикрыто газоблоком типа все нормально я просто понимаю что если бы вот если бы мы не делали пенсионер и нет мы подняли положили газоблок сверху протянули штукатурочка и забыли технодор приходит красиво все нормально он же не ковыряет так а это просто делается следующим образом что этот подрядчик который там работал больше на двигках и он работает не будет вы есть такие шурики что что у нас у нас у нас в каждой квартире стоит щиток с автоматами у кого можно взять ключи одни говорят у электриков электрики говорят у джека у нас где можно получить ключи у вас нет я спрашивала у вас нет ей сказали у электриков электрики сказали что они у них что ни у кого нет ну как бы подразумевается ключ просто у некоторых я знаю что есть они где-то нам выдали у нас у нас у нас у нас у нас кто-то собрал какое-то ведро и это ведро потом где-то пропало там вообще замочки еще у нас у нас у нас у нас вы вроде вы вроде вы вроде не вы знаете как мне один обслужащий сказал замок закрутите он говорит а ты что сам не можешь я говорю я не для того платил я говорю я не заплатил походите сам закручивать понимаете я уже сам поставил себе на воду замки потому что кто-то потерял ключи поставили счетчик и ушли и наплевать и открыты полностью что горячая что холодная горячая 5 тысяч стоит счетчик на холодную по 3 я за свои деньги поставил туда замки мы ответа не услышали где искать включите искательную электрику сейчас директор разберется и определить где уже каких не спрашивать и у них нет еще последний вопрос по придомовой в детских песочницах песок насыпят или они на Казахстане или дети будут сами нарывать себе песок насыпят хорошо дальше еще раз затрону вопрос по документам на квартиру вот допустим у нас два вида договоров берем первый пока имущественные слова обзион сделали допустим инвесторы заплатили там они в основном да в основном доплачивают ну или вернули не важно следующий пункт вы говорите по телефону вы должны позвонить и сообщить чтобы приходили уже документы да правильно вот этот промежуток вы сказали это месяц правильно максимум месяц я понимаю что максимум это месяц что вы в этот месяц будете делать изготовление справки о стопроцентной оплате и изготовление актов приема и передач вас будет всех поведомлено на телефонном режиме как этот процесс можно ускорить ускорить ну по мере оплаты будет сразу все первооплачивать и тому начинают изготовлены документы там есть много возврата денег не только доплаты но и возврата денег на возврат изготовляются додатковые угоды от вас они уже подписываются ну все в процессе оплаты каждую пятницу разделенные уже не одну пятницу ну мы понимаем нам просто нужно время сейчас все в процессе какие документы вы не получили я имею в виду что по зеленым мы уже раньше обзванили уже многие оплаты получили неделю назад доплатили уже а процесс не двигается дальше ну что дальше мы получили они оплаты ну и сидят дальше и что можно созвониться с вашим отделом и уточнить уже можно подходить и на акты подписывать то есть можно позвонить в ваш отдел это еще раз скажите по работе с ними мы вас все обзвоним как только у нас есть справка стопроцентной оплаты можете записать мой номер телефоном запишите по поводу акта по поводу акта по поводу все я понял отдел по работе с министерами значит те люди кто устанавливает как только мы получаем старт они вам дадут и замочки включат на ваш старт второй тип договоров который предварительно то же самое прозвон сделали допустим вернули или доплатили дальше у них 3 месяца там там после оформления права собственности на компанию там сейчас то же самое на себя на себя это какой время сколько ну причем здесь не границ мы тоже не заинтересованы просто вопрос зависит от регистратора то есть документы подаются регистратору на оформление права собственности это как минимум еще пройдет подготовить под каждую квартиру готовится все равно полный пакет документов все ракопии всех всех подможенных документов а потом заключение основных договоров связано мы также с теми нотариусами которые подпичали ваши средние договоры они вписывают в свой график возможность даты которые они подходят для заключения основных договоров делают запросы в администрацию для получения вот как раньше была справка форма 3 сейчас они приходят ответы с администрации это не мы придумали это закон я не понимаю но это реально больше трех месяцев а ну как нет больше трех месяцев больше срока чем указан у вас по порядку договоре не будет сейчас сейчас идет процесс оформления собственности на компании очень многое зависит от других организаций там указано о том что нотариус может быть либо ваш либо другой мы после прошлой встречи заходили к вашим нотариусам и была озвучена такая фраза что если вы хотите свой нотариус мы подумаем сможет ли наш там главный директор там либо кто вас там подпись оставит сможет ли он выделить время ехать на ту сделку там куда вам надо может быть в общем это может быть ну вы понимаете сколько нужно оригиналов документов печати это остановит работу компании как минимум ну хорошо если мы цивилизованно соберем людей которые не хотят работать с вашим ну с вас нотариусом там будет человек 100 условно говоря и назначим вашему зрителю встречу там в определенном месте в определенное место там на 100 человек это можно так организовать или нет давайте мы сначала оформим здравособственность на компанию потом все ваши предложения вы знаете электронный адрес пишите пожалуйста мы будем все рассматривать не вообще по практике я рассказываю точно есть по практике вы можете это как всегда иронично воспринять я с трудом уверена что заключив предварительный договор вы найдете другого нотариуса который будет заключать основной договор по которому предварительный договор посвечен другой нотариус это у них такая внутренняя нотариальная практика это как правило возможно только институт нотариус который поступит на поправильный договор находится там в отпуске на больничном это практика если вы такое находите нотариуса который заключается письменно обращать ваши пожелания ваш рассказ о том что давайте мы все 100 человек в одно время это уже сказано потому что для основного нотариального договора и регистрации права собственности на каждый договор это прибавляйте минимум час два три с учетом того как работает база регистрации договоров даже если кто-то из вас скажет я покупал в данном случае нотариус столкнется с тем что он будет искать в реестре информацию по компании и в гурстрою у которой в собственности в этой базе нашей речи будет фраг забита в собственность заходится очень-очень много объектов и каждый поиск оформления одного основного договора купли-продажи нотариус займет дай бог три часа потому что реально поиск очень долгий зависает там отлагательные условия компания сама обращалась уже с письмами непосредственно от государственного предприятия информационный центр который ведет этот реестр мы обращались в министерство юстиции мы объясняли что некорректная работа реестра тормозит работу компании мы не можем иногда у нас было такое что даже сейчас уже как-то так настроились уже чуть-чуть пошли продвижки а в конце весной начальное лето база вообще могла зависать и в течение дня не могли совершить никакую сделку поэтому тот вариант что вы думаете что за один день соберутся 100 человек и заключаются 100 договоров это нереально вы накажете делать именно плюс три часа это сутки сидеть где-то для того чтобы нотариус проводила неизвестно как то есть у нас руководители как правило вице-президенты по направлению который в этот момент на встрече еще где-то проходит невылазно сидя там при подпекании это не это не не это вы то есть есть нотариусы которые находятся рядом недалеко которые уже есть часть документов по компании для того чтобы мы не создавали и постоянно изначально не проверял все с нуля то есть как-то уже упрощено только для этого они находятся здесь рядом они находятся на территории нам не надо делать ну по сути никакие выезды которые дополнительно идут доплаты другие какие-то претензии какие-то другие суммы вы рассчитываете нет то что положено 1% 1% он и есть 2% какие-то другие что он берет за облачную цену я тоже на то есть или не слышала в этом случае не уверена что это правда вопрос по предварительным товарам насколько я знаю это только их касается оплаты в пенсионный фонд 1% для тех кто покупает допустим первый раз квартиру насколько я знаю им не нужно платить я вам скажу больше на сегодняшний день как бы вы не первые мы обращались также к нотариусу это касалось все остальное попробуйте сами обратиться к любому другому нотариусу если вы думаете что это нотариусу проблема нашей компании любого другого нотариуса скажет что он не возьмет на себя такой ответственности он не может сам установить о том что вы действительно первый раз покупаете это жилье именно какую-то справку от официального органа который подтвердит что вы первый раз покупаете справку от пенсионного фонда если вы стоять если вы стоите на очереди если вы стоите на очереди А факт о том, что вы покупаете квартиру первый раз, и любой нотариус не может взять на себя ответственность, иметь потом проблему с пенсионным фондом, что вы купили не первый раз, что вы приватизировали. Наш этот единый реестр, который сейчас открыт, он функционирует совсем недавно, пару лет. Потому что хоть мы и думаем, что это одни и те же реестры, на самом деле они когда-то сдаются на новой базе, старый реестр уже недоступен, то, что было бы ты, вообще неизвестно, в какой бы ты сделать запрос, тоже неизвестно. Мы недавно поднимали этот вопрос, нам с вами было интересно, и звонили люди начали, мы звонили, не ограничиваясь только, как вы говорите, нашим нотариусам. Мы всегда звоним и другим нотариусам, просто была действительно интересна практика, потому что мы представляем, что люди придут и спросят нас в лицо. Мы пошли за угол и нам сказали, да, конечно, вы же нам сказали, что мы первый раз, и мы поверили. Нет, никто из нотариусов не шутит, потому что они в данном случае несут ответственность, как администратор в данном случае этого налога, и они не пойдут вам на встречу. И, как правило, вам говорят одно и то же. Вы заключаете договор, платите этот 1%, потом, пожалуйста, в суд, в пенсионном фонду отслуживаете. Да, действительно, судебная практика положительная, но только в таком порядке, ни в каком другом вас никто не освободит. А справки не выделы? Вы сможете получить? КГС вам не выдаст эту справку. Возьмите с пенсионного фонда справку, что вы первый раз, или вы что пользуетесь с работой. Мы все понимаем, что не даст. Хорошо. Еще один вопрос. Есть. У нас в пункте договора, который мы подписываем в Жайку, есть четко написано, что оплата услуг только будет после права собственного. Ну, это так, 8-1. Что мы можем по этому пункту прокомментировать? Ну, давайте сегодня в очередь отключимся в округ, например, дом, будем ждать платить. Следующий вопрос, пожалуйста. Чтобы содержать дом нужны деньги. Если вы не хотите платить, ну, воно в доступе будет, потому что будем ограничивать все участие. Ну, на вопрос, как бы, вы понимаете, то есть, что будет, как бы... Все договор, между прочим, и с рамками своего права, и с вашей инициативной группой, не первый раз, а сейчас вы опять задаете вопросы. Подождите, я не задаю вопросы про договор или то, что. Я говорю, вот человек заключил договор, он читает. У него права властности нет, он читает пункт. Оплата после права властности, он ничего платить не будет. Давайте, что вы предлагаете? Нет. Мы пока ничего не предлагаем. Пока продолжаем, пока прозрачность формирования. Да, мы просто вот сегодня все не просчитали, ну, вот... Чем более прозрачность, тем меньше будет появляться вопросов в плане... Ну, вот, день, ну, вот, дня два-три мы с фонариком спускаемся. То есть, сариф это включено. То есть, ну, вот, какой-то такой нюанс, да, убирали, видели, действительно убирали естечные клетки. Мусор, действительно, выводили. Ну, и сработал один. Вот мы сегодня перечитали, у нас цена совсем другая случилась. Поэтому, как бы, вот, никто не понимает, что... Это уже не факт. Вам уже все. Помогу, да? Вы строили? Все. Все. Вам уже все. Репан, все. Вы же, это, может, есть его... Да, это были общие вопросы. Делите, пожалуйста, немножко внимания на эту роль. Спасибо.